Пандусу входа в 8-ю гимназию был установлен 5 лет назад. Именно тогда в Сочи началась работа по приведению к доступности социальных учреждений. С этой конструкции в школе началась длительная и серьёзная работа. Сначала специальными тактильными знаками и табличками оборудовали весь первый этаж. Сделали доступными кабинеты, убрав пороги и туалет. Со временем адаптация к доступности потребовалась и на следующих этажах. Благодаря средствам краевого бюджета и городского бюджета в прошлом году в декабре, буквально под Новый год мы начали устанавливать у себя подъёмную площадку, лифт, который соединил три этажа нашего здания. И сегодня мы можем сказать, что три этажа нашего здания, это практически весь корпус, они доступны для детей. Уже сейчас завершаются монтажные работы. Подъёмное устройство в ближайшие дни будет готово к активной эксплуатации. Кстати, пока в 8-й гимназии обучается лишь один инвалид-колясочник. Но, по словам директора, поступают заявки от родителей из других районов. И отказа в приёме маломобильного ребёнка они не получат. Впрочем, помимо этого образовательного учреждения, к требованиям доступности приведены и большинство других школ и детских садов. Помимо сферы образования, безбарьерная среда создана и в других отраслях. Все районы Большого Сочи привели к доступности перед Паралимпиадой. Сейчас важно всё это сохранить и приумножить. Плитка может разрушиться, пандусы могут быть неустойчивыми. И мы этому посвящаем отдельное направление. Это для нас отдельное направление. То есть, надо постоянно поддерживать статус безбарьерности уже на принятых территориях. И вторая часть, конечно, надо постоянно расширять. И мы продолжаем работать. И также Совет по делам инвалидов будет работать в этом направлении. В Сочи Совет работает уже два года. Его возглавляет глава города Анатолий Пахомов. Представители общественных организаций людей с инвалидностью выступают в роли экспертов. Еженедельно они проводят заседания рабочей группы, обсуждают и постепенно решают с мэром актуальные вопросы. Вступивший в силу 1 января закон жестко регулирует создание безбарьерной среды во всех сферах жизнедеятельности. Кроме того, с 1 июля к доступности должна быть приведена и транспортная инфраструктура. А Сочи уже сейчас хороший пример для других городов страны.